Друзья, вот мы и встретились с вами на четвёртом подкасте по книге «Включаем обаяние по методике спецслужб». Эту книгу я читала в несколько подходов. Она достаточно объёмная и, тем не менее, достаточно интересная. В этом подкасте я поделюсь с вами шестью интересными пунктами, которые я почерпнула из этой книги и которые касаются дружбы, обаяния, умения стать хорошим собеседником, умения заговорить с человеком так, чтобы ему хотелось с вами подружиться. Мне кажется, это очень важный навык, поэтому если вам интересно его развивать, то обязательно записывайте то, что я говорю, ну или хотя бы запоминайте, потому что я уже успела применить несколько советов из этой книги и получила потрясающую обратную связь. Поэтому сейчас я с большим удовольствием поделюсь с вами этими советами. Итак, включаем обаяние по методике спецслужб. Авторы книги Джек Шафер и Марвин Карлинс. Первый пункт, который мне понравился больше всего и на котором базируется вся книга, называется «Формула дружбы». Формула дружбы – это закономерности, которые авторы смогли многократно применить в своей жизни и получить хорошие результаты. И, возможно, мой уважаемый слушатель скажет, «Анна, какая формула дружбы?» Это ведь что-то неестественно. Дружба не может поддаваться какой-то формуле. Мы же не можем вывести формулу любви, формулу привлекательности. В том-то и дело, что, когда мы взаимодействуем с другими людьми, получается так, что каждый из нас частично занят собой и частично занят нашим собеседником. И получается, что даже несмотря на то, что, например, мужчина знает и видит, что девушка его соблазняет, он не тыкает в неё пальчиком и не кричит, «Ах, вы, мадам, пытались меня соблазнить! Как вам не стыдно поглаживать себя по коленке? Как вам не стыдно поправлять ваши роскошные длинные волосы?» Дело в том, что в общении мы находимся в моменте, а когда мы находимся в моменте, нам очень сложно анализировать всё так, как будто мы находимся со стороны. Поэтому формула дружбы работает, потому что построена на естественных процессах. И в данном случае, используя формулу дружбы, вы сможете действительно подружиться с человеком, потому что мозг не включает защитные реакции, когда происходят вот эти четыре пункта. Давайте подробнее. Итак, формула дружбы состоит из близости, чистоты, длительности и интенсивности. Теперь давайте по порядку. Чтобы подружиться с человеком, нужно, во-первых, создать с ним близость. Близость не имеется в виду близость интимного характера. Это близость, это скорее какая-то симпатия, которая возникает, когда вы находитесь с человеком в одном поле зрения. Ну, например, утром вы идёте на пробежку, и вместе с вами также бегает, например, ваш сосед. Вы вроде и не знаете соседа, но так как он делает то же действие, что и вы, вы испытываете к нему начальную симпатию. Мы сейчас не говорим о какой-то сексуальной симпатии, это просто симпатия о человек делает то же самое, что и я. Поэтому близость – это возможность быть вместе или в одной комнате, или в одной аудитории, или делать какое-то действие вместе, не обязательно на расстоянии метра, но делать это так, чтобы было понятно, я это делаю, и вы тоже это делаете. Следующий пункт формулы дружбы – это чистота. То есть количество контактов. И, конечно, чем чаще мы видим человека, пусть даже мы не знаем, как его зовут, но, например, знаем, что он работает в магазине, в котором пекут самые вкусные булочки, и этот продавец всегда улыбается, нам всегда рекомендует самую свежую выпечку. И мы так или иначе проникаемся к нему добротой. И чем чаще мы его видим, тем больше мы как будто дружим с ним. Следующий критерий формулы дружбы – длительность, то есть продолжительность каждого контакта. Понятно, что чем дольше мы находимся с человеком в одном пространстве, чем дольше мы заняты каким-то общим делом, тем больше у нас точек соприкосновения. Именно поэтому после моих тренингов участники говорят, что очень сплотились, что подружились, и действительно кажется, что совершенно незнакомые до этого люди стали чуть ли не родными душами. Почему? Да все очень просто, потому что вместе они переживают страх выступления, они переживают радость от того, что они выступили, и у них получилось это сделать замечательно. И именно вот эти моменты, плюс длительное пребывание вместе, уже и закладывают фундамент для хорошей дружбы, для хорошего взаимодействия. Ну и следующий компонент формулы дружбы – это интенсивность, то есть способность максимально удовлетворить и психологическую, и физическую потребность другого человека через свое поведение. То есть, например, чем больше мы вместе ходим в тренажерный зал, я вижу результаты человека, который со мной занимается в одном зале. Может быть, мы даже не знакомы, но я вижу, что у него получается. Он видит, что у меня получается. И вот это вот взаимодействие приводит нас к тому, что если мы еще, например, при выходе или при входе здороваемся или улыбаемся друг другу, то через некоторое время мы почувствуем, что мы, может быть, даже можем и подружиться с этим человеком. Поэтому еще раз очень коротко формула дружбы – это близость, частота контактов, длительность контактов и интенсивность контактов. То есть те цвета, те краски, которые происходят во время этих контактов, если они будут максимально яркими, максимально веселыми, радостными, то человек тоже моментально проникнется к вам добрыми чувствами. Следующий пункт, который вытекает из первого, это золотое правило дружбы. И странно было бы выделить какое-то одно правило. Вот есть правило дружбы. Я дружу с Васей, Вася дружит со мной. Но действительно, чем больше я уделяю внимание Васе, чем более внимательно я к нему отношусь, чем больше я сопереживаю тому, что он говорит, и даю позитивную реакцию, тем больше Васе хочется со мной дружить. По большому счету, это то, что когда-то давно говорил Дейл Карнеги в своей известной книге. Когда мы знакомимся с человеком, он не хочет долго слушать о нас. Он хочет, чтобы мы увлеклись им. И вот это и есть золотое правило дружбы. То есть мы дружим с теми людьми, которые искренне нами интересуются, которые искренне вовлекаются в нашу жизнь, может быть, даже где-то в наши проблемы, но при этом здесь всегда должна быть грань, потому что если очень сильно вовлекать человека в какие-то свои сомнения, в какое-то вот такое негативное настроение, то понятное дело, что человек через некоторое время не захочет с нами общаться. Поэтому для меня золотое правило дружбы, я всегда на своих занятиях сравниваю это с такой профессиональной игрой в пинг-понг. Когда я хочу общаться с человеком, я как будто даю ему пас в виде своего внимания и говорю, как Ваши дела? Расскажите, как у Вас прошли выходные, чем Вы занимались? Я знаю, что Вы сейчас вовлечены в новый проект. Поделитесь этим проектом. Человек рассказывает какое-то время, и в тот момент, когда уже у нас двоих появляется ощущение, что его стало слишком много, он передает мне пас и говорит, Анна, а как у Вас дела? А что у Вас, как у Вас продвигаются Ваши подкасты? Когда Вы, наконец, уже выложите четвертый подкаст по книге «Включаем обаяние по методике спецслужб», я говорю, вот, вот прямо сегодня я уже буду выкладывать. А Вы слушали предыдущие подкасты? Какие Вы книги сейчас читаете? И вот для меня это идеально, когда люди чувствуют вот эту грань, когда, во-первых, мы не зацикливаемся на себе, а больше перекидываем свое внимание на собеседника, но при этом, когда собеседник задает вопрос, мы отвечаем и снова передаем ему ход. Вот для меня это действительно идеальное общение, и я на себе тоже стараюсь всегда, когда общаюсь с людьми, я стараюсь именно вот это золотое правило использовать для того, чтобы не утомлять собеседника с собой. Следующий, третий пункт, это пункт, который я уже вот последние два месяца внедряю в свои мастер-классы, он всегда вызывает столько эмоций, столько радостей, и он правда-правда работает. Этот пункт называется «Большая тройка сигналов дружелюбия». И авторы приводят в противовес такое понятие, как сердитый городской взгляд. Наверняка в час пик или с утра, когда Вы едете на работу, Вы хоть раз замечали такой взгляд? Взгляд человека, который погружен в свои мысли, немножко отстранен от реальностей и чуть ли не смотрит в пол, немножко нахмурив брови. Понятное дело, что с таким человеком не хочется общаться. Да, конечно, человек имеет право приехать на работу с тем взглядом, который ему нравится, а потом на работе стать супер обаятельным человеком. Здесь, конечно, никто про это не говорит. Сам факт. Сердитый городской взгляд авторы противопоставляют большой тройке сигналов дружелюбия. И сейчас я с удовольствием поделюсь с Вами этой тройкой. И Вы сможете ее использовать, например, когда Вы приходите в незнакомую компанию или на незнакомое мероприятие, и Вы один. Но Вам очень хочется с кем-то познакомиться. И вот именно в этот момент Вы можете применить большую тройку сигналов дружелюбия. Итак, поехали. Первое, что Вам нужно сделать, подойдите сейчас к зеркалу и попробуйте выполнить то, о чем я сейчас буду говорить. Игра бровями. Очень быстрая. Быстрая – это значит одна шестая секунды. То есть не поднять и замереть, а оп, подкинули и сразу же опустили. Очень быстрое вскидывание бровей. Обычно после этого следует такое словесное приветствие, то есть Вы слегка приподнимаете брови буквально на одну шестую секунды и говорите «Добрый вечер». И по реакции собеседника Вы уже понимаете, если человек ответно Вам улыбнется, то значит он с Вами хочет общаться. Если нет, то может быть он по каким-то причинам, независящим от Вас, в данный момент не готов к общению. К игре бровями. Почему вообще они работают, эти игры бровями? Я помню, как-то еще, будучи студенткой, обращала внимание, что когда люди вот так вот делали бровями, я к этому относилась очень положительно. Знаете, у меня создавалось такое ощущение, что человек как будто меня потерял на мгновение, а потом нашел и сказал «О, вот ты где!». И для меня этот знак всегда был очень приятным. Для того, чтобы усилить игру бровями, мы используем второй элемент, который называется наклон головы. Наклон головы подразумевает под собой что физиологически? Мы оголяем шею, а по обе стороны нашей шеи находятся сонные артерии. И естественно, когда мы их оголяем, мы показываем «Смотрите, я Вам доверяю». И наоборот, когда я пугаюсь, я втягиваю шею и пытаюсь скрыть ее, чтобы мне никто не навредил. Так вот, наклон головы – это очень-очень дружелюбный сигнал нашего тела. Мало того, если у вас есть котики или собачки, обратите внимание, как они вас слушают, когда вы им что-то такое говорите приветливым тоном. Но они, конечно, нас не понимают. Они понимают только по интонации. Поэтому вот мой пес, когда я говорю что-то такое радостное или рассуждаю с ним о чем-то, он иногда вот так наклоняет голову в бок, и это очень забавно выглядит, как будто он пытается распознать, понять, что я говорю, что я хочу до него донести. Кроме того, дорогие друзья, внимание, наклон головы в бок всегда делает вас привлекательными для противоположного пола. Как вам это? То есть, когда я с вами говорю и наклоняю голову, я автоматически становлюсь для вас привлекательнее. А если вы будете так делать, то и вы для меня автоматически становитесь более привлекательными. Ну и третий сигнал тела – это улыбка. Конечно, это очевидный сигнал тела. То есть, когда мы делаем вот эту тройку, я увидела человека, я хочу подойти, заговорить с ним. Первое, что делаю – легонечко вскидываю брови, быстро опускаю их, как будто я слегка удивилась. Дальше наклоняю голову. Ну, я могу сначала сказать «привет», да, но если он стоит далеко, то я наклоняю голову, улыбаюсь и подхожу. Наклон головы, конечно, не до шеи. Мы как-то пробовали на мастер-классе, и люди спрашивали одно, скажите, а насколько глубоко мне нужно голову отправлять к плечу, да, так, чтобы у меня прямо она коснулась плеча? Нет, ну, конечно, нет. Легкий наклон головы. Наклон головы вы также можете использовать просто при общении с человеком, когда вы его внимательно слушаете, да. Но вот эта тройка – вскидывание бровей мгновенное, наклон головы и улыбка, как показывает практика и моя, и авторов книги, работает как сигналы дружелюбия, и с вами люди гораздо больше захотят общаться после этих сигналов. Обязательно попробуйте, это очень-очень интересно. Четвертый пункт, который я хотела вам сегодня рассказать, четвертый из шести, это как сделать так, чтобы собеседник понравился сам себе. И вот опять мы возвращаемся с вами к формуле дружбы, к формуле дружбы, к тому, о чем говорил Дэйл Карнеги, о том, что чтобы человек захотел с вами общаться, ему нужно, чтобы он почувствовал интерес к себе. Потому что сейчас такое время, когда мы очень мало можем по-настоящему общаться. Есть социальные сети, есть Инстаграм, есть Ютуб, но все равно как такового диалога происходит в реальной жизни очень мало. Потому что или мы стесняемся общаться с другим человеком, или мы общаемся виртуально, но это уже не совсем то. Ничто не может заменить живого общения, правда? Поэтому какие есть три пункта, которые помогут нам сделать так, чтобы собеседник понравился сам себе, ну а исходя из золотого правила дружбы, когда человек нравится сам себе, он и нас тоже начинает любить, как собеседника, да? Что это за такие правила? Первое – это сочувствие или сопереживание. Во многих книгах, кстати, этот пункт называется именно как сочувствие. Здесь говорится не о конкретном сочувствии, например, «О, Анна, мне так жаль, что вы такого высокого роста». Ну, так себе, честно говоря, начало разговора. А, например, если я скажу «Ольга, вы сегодня просто светитесь! Наверное, у вас сегодня был очень удачный день! Расскажите, как ваши дела?» То есть, когда я вижу человека, и в зависимости от того, как он себя ведёт, как он себя подаёт, я начинаю говорить, «Вы сегодня прекрасно выглядите, у вас замечательное сегодня настроение, расскажите, у вас сегодня был удачный день!» или, наоборот, могу сказать, «О, вы сегодня не так веселы, как вчера!» «Наверное, у вас сегодня был сложный день, много работы!» И вот такое вот сочувствие или сопереживание человеку всегда, конечно, очень приятно, потому что, ну, это как забота, а нам приятно, когда о нас заботится. Второй пункт – это комплимент. Ну, конечно, ну, конечно, ну, куда без комплиментов? Но я здесь хочу рассказать не о простых комплиментах, а о двух моментах, о которых говорили авторы, и мне они очень понравились. Первый – это момент – комплимент, который позволяет сделать человеку комплимент самому себе. Например, мы встретились с моей подругой Катей, и я говорю, «Катя, ты прекрасно выглядишь! Как у тебя получается так прекрасно выглядеть?» И Катя говорит, «Оу, я занимаюсь спортом, и я использую такую-то диету, и еще я утром просто гуляю час по природе, по свежему воздуху, поэтому я так выгляжу». То есть я сначала говорю человеку комплимент, и как будто спрашиваю у него рецепт того, как стать таким, как он. И когда человек рассказывает о себе, сколько усилий он вкладывает, например, в свое здоровье или в свое тело для того, чтобы выглядеть красиво, то, конечно, это и есть то самое ощущение у человека, что он кому-то важен и что он действительно классный, да? Еще есть один вариант – это комплимент от третьего лица, когда, например, я вижу своего друга и говорю, «Слушай, Семен говорил о тебе, что ты просто потрясающе умеешь знакомиться с людьми. Как у тебя это получается?» И когда Семен получил, вернее, когда мой друг получил этот комплимент, он думает о Семене как. «М-м, Семен, спасибо большое. А где это он обо мне рассказывал?» «Интересно. Ну, если он говорил обо мне хорошо, значит, он тоже обо мне хорошего мнения». Вот такая вот получается интересная история с комплиментами. Меня часто спрашивают люди, «Анна, а как?» Вот если человек не принимает комплименты, то есть я ему говорю что-то, а он, «О, нет, ну что вы, это не про меня». Тогда попробуйте сказать комплимент от третьего лица. Только, ну, здесь, конечно, нужно быть уверенным, что действительно третье лицо, тот же Семен или Катя, отзывается об этом человеке хорошо. То есть здесь, конечно, обязательно нужно, чтобы это было по-честному. Следующий момент, как сделать так, чтобы собеседник понравился сам себе, это вы не поверите. Попросить у него об одолжении. Вы скажете, что, что? Попросить у человека об одолжении, и после этого я ему буду нравиться? Да, это именно так. Тот, кто однажды сделал вам добро, он с гораздо большей охотой снова поможет вам, чем тот человек, которому вы помогли сами. И это такое магическое правило, в котором, когда я делаю кому-то добро, когда я оказываю помощь, например, меня попросили что-то сделать, я потратила для этого свои усилия, и я чувствую, что я как будто вложила кусочек добра в сердце этого человека. И это вот добро, когда я вижу этого человека, начинает светиться тихонечко, поблескивать, и говорит, привет, помнишь меня? Ты сделала хорошее дело для этого человека. И мне снова хочется, чтобы этот кусочек добра в сердце человека снова поблестел, помаячил мне, помахал ручкой, сказал, привет, а ты хороший человек, потому что ты сделала добро для этого человека. Тут такая очень тонкая психология, несмотря на то, что это кажется невозможным, но это действительно работает. Обязательно попробуйте. Следующий, пятый пункт, это законы привлекательности. Ну, конечно, мы поговорили с вами о том, что такое формула дружбы, о том, как работает золотое правило дружбы, о том, как использовать большую тройку сигналов дружелюбия, затем поговорили о том, ну, как сделать так, чтобы собеседник понравился сам себе, ну, и, конечно, теперь пятый пункт, как сделать так, чтобы вы понравились собеседнику. И здесь достаточно простые правила, которые, я уверена, вы знаете, которые, я уверена, вы читали. Но, знаете, чем больше книг я читаю, тем больше я понимаю, что просто знать мало. Обязательно надо попробовать, обязательно надо применить. И вот сегодня в течение дня я разговаривала несколько раз по телефону, и буквально это произошло само собой. То есть я просто применила золотое правило дружбы, и наш разговор пошел совершенно по-другому. Я не говорю, что он был плохим, наоборот, он был деловым. А потом он перешел в такое доброе, теплое общение. И когда я повесила трубку, я подумала, ого, как это работает! А ведь всего лишь искренний интерес к человеку, по-настоящему искренний интерес к человеку, может привести к тому, что вы с этим человеком станете хорошими друзьями. А для меня вот этот вот искренний интерес – это одна из основ общения. То есть я всегда стараюсь искренне, вот я смотрю на человека, и я ищу в нем по-настоящему, по-честному, что мне в нем нравится. И именно об этом я с ним говорю. Я на самом деле не очень люблю какие-то пустые разговоры, ни о чем, о погоде. То есть я, если мы общаемся, стараюсь зацепиться за что-то, что мне нравится в человеке, и эту тему развивать. Поэтому если мы говорим о законах привлекательности, то первый закон – это закон подобия. Об этом говорил еще давно-давно Аристотель. Он говорил, что мы любим тех, кто похож на нас и преследует те же цели. Ну, другими словами, это наши единомышленники. Те люди, которые тоже к чему-то стремятся, к тому же стремятся, что и мы. Это те люди, которые тоже… У них есть такие же ценности, у них есть такие же взгляды. И, конечно, с такими людьми нам хочется общаться. Второй закон привлекательности – это похожий опыт. Когда мы… Например, я ходила на танцы и познакомилась с подружкой. Сначала просто познакомилась с девушкой, а потом она стала подружкой, которая тоже ходила на танцы. И мы подружились, потому что мы ходили в одну танцевальную школу, например. Или мы ходили на вокал и подружились с педагогом. Такое же тоже может быть, потому что педагог поет, у него есть свои цели, у него есть свои творческие планы. И, например, человек тоже поет, у него есть тоже похожие творческие планы. И вот так люди начинают дружить, общаться, нравиться друг другу. Следующий момент, третий, это позитивный побочный эффект. Это очень интересный пункт, который я уверена 100% хоть раз в жизни, но вы также испытывали на себе позитивный побочный эффект. Что это значит? Например, все тот же тренажерный зал. Я иду в тренажерный зал, занимаюсь, и во время занятий я чувствую прилив бодрости, энергии, сил, и чувствую, что мне классно. Я занимаюсь спортом, я имею фигуру своей мечты, это же здорово. И тот человек, который находится рядом или поблизости со мной, он начинает мне нравиться, потому что в этот момент я испытываю радость. И этот человек оказывается в моем поле зрения. И вот так, например, однажды, когда я ходила в тренажерный зал с личным тренером, мы подружились с тренером, просто потому что я ходила, занималась. Тренер меня сопровождала на занятиях, подсказывала упражнения, подсказывала, как делать. И каждый раз, когда я приходила, я испытывала радость от встречи с ней, потому что именно благодаря ее усилиям я чувствовала себя замечательно. Поэтому, дорогие мужчины, если вы хотите познакомиться с девушкой, или если вы пока что не решались подойти к даме своего сердца, за которой вы давно наблюдаете, то используйте позитивный побочный эффект. Узнайте, в каких местах она бывает. И когда она выходит, например, из тренажерного зала «Радостная» или из студии йоги, вы можете быть где-то поблизости. Например, вы тоже можете записаться на йогу или в тренажерный зал, или на курсы вокала, или что-то еще, куда ходит ваша пассия, ваша дама сердца. И периодически бывайте возле нее именно в те моменты, когда она максимально счастлива. И она обязательно перенесет это счастье, это происходит неосознанно, на встречу с вами. И четвертый пункт – любопытство. Если ваше поведение вызывает у другого человека любопытство, то его желание пообщаться с вами усилится в разы. И наверняка у вас в жизни были ситуации, когда вы даже, наверное, в студенческие годы видели, например, среди студентов вашего потока очаровательную девушку или молодого человека, которые не то что отличались, но делали что-то такое, что не делают все. И всегда хотелось подойти и узнать, а что это вы делаете, а как это у вас получается, а давайте дружить, расскажите там, что вы умеете, да. Почему вот всегда такой ярый интерес вызывают люди, которые умеют, например, жонглировать, да. То есть человек стоит, жонглирует, к нему прям так и хочется подойти и сказать, ой, а как это, научите меня, а что это вы делаете. Поэтому, если вы умеете, например, будучи на вечеринке, будучи на дне рождения, вы умеете, например, танцевать брейк-данс, гипнотизировать взглядом, жонглировать питью апельсинами или горячими картошками. Если вы умеете петь, танцевать, делать что-то, что вызовет у других людей любопытство, обязательно делайте это, потому что людям всегда интересно что-то новое. Шестой пункт – это рекомендации, которые я хотела бы дать тем, кому интересна эта книга, потому что я рассказала самые яркие, пять самых ярких пунктов из этой книги, которые я сама уже внедряю в свою жизнь и получаю совершенно потрясающие результаты. Эта книга будет также интересна тем, кто никогда не читал об интровертах-экстравертах, кто не читал другие книги по языку тела и кто не читал книг по общению в соцсетях. То есть то, что я вам рассказала, это основная часть книги, а дальше в оставшейся части книги вот эти вот поднимаются три темы. Ну, скажем так, они поднимаются не то, что поверхностно. Я не могу сказать, что авторы как-то поверхностно судят. Нет, просто так как книга все-таки о, вот скорее, о обаянии, о создании дружелюбной атмосферы, о возможности подойти, познакомиться с человеком и подружиться, то, конечно, более сильная сторона авторов – это вот эта первая часть. Да, там есть и моменты, связанные с языком тела, и моменты интересные про общение в социальных сетях, как, например, если вы общаетесь, как обезопасить свое общение, как сделать так, чтобы это общение проходило более комфортно, да, и вообще, в принципе, как общаться. Ну, есть какие-то банальные вещи, например, как отправить имейл и убедиться, что этот имейл не попадет кому-то другому, или перед тем, как вы отправите письмо, несколько раз подумайте, потому что вы его не сможете удалить. Ну, то есть такие моменты где-то очевидные, а где-то интересные. Поэтому, если вас интересует тема знакомства и создание комфортного общения с малознакомыми людьми, если вы часто бываете на мероприятиях или бываете, например, по вашей работе, вы часто знакомитесь с людьми, и вам хотелось бы оказывать на них благоприятное впечатление, то используйте вот эти пять советов, которые я почерпнула из этой книги. А если вы хотели бы узнать об этих советах более подробно, обязательно прочитайте книгу. Книга действительно хорошая, она очень объемная, но я думаю, что даже если вы прочтете вот блок про дружелюбие, вы уже останетесь очень довольны этой книгой и этими советами. Ну и, конечно, главное их применять на практике, потому что теория без практики, к сожалению, не работает. Можно много знать, но ничего не делать. Вот такой вот сегодня у меня получился подкаст. И еще, друзья, хотела попросить вас дать мне обратную связь о моих подкастах. Вы можете написать мне обратную связь в личные сообщения в Телеграм, или в Инстаграм, или в ВКонтакте. Я есть во всех социальных сетях. Просто напишите, чего вам не хватает, или, может быть, какие книги вы хотели бы услышать в моих разборах. Мне очень важно ваше мнение, потому что мы с вами здесь, в этой группе, все вместе. И очень здорово, когда мы все единомышленники, нам всем интересно изучение чего-то нового, совершенствование своих личных качеств. Поэтому очень буду ждать вашу обратную связь. Пожалуйста, напишите мне. И, конечно, мы увидимся с вами на разборе пятой книги уже совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok